Приветствую тебя, зритель канала Концептуал. Меня зовут Александр Шлотов. Фёдор Ибатович Розаков, известный историк кино. Его аналитические материалы о связи советской идеологии с кинематографом чрезвычайно популярны в интернете. Сегодня Фёдор Ибатович поделится со зрителями Концептуала уникальными фактами о том, как формировались кланы кинематографистов, либералов и державников. Зрители, чтобы глубже разбираться в темах, которые поднимает наша редакция, переходи по ссылке в наш интернет-магазин концептуал.ру. У нас регулярно выходят новые книги и печатаются корифеи жанров исторической, политической и аналитической литературы. Официальная историография как советского, так и российского кино эту тему игнорирует. Клановые разборки никуда не делись. Кланы, которые сформировались в советские годы, они так и сохранились. Естественно, люди поменялись, а кланы сохранились. Произойдёт серьёзное размежевание, власть выберет именно еврейскую сторону или что приведёт к развалу Советского Союза. В 1928 году прошёл Конгресс Института сексуальных наук в Копенгагене. СССР был объявлен там образцом сексуальной терпимости. Ну что ж, здравствуйте, дорогие зрители концептуала. Здравствуйте, уважаемый Фёдор Ибатович. Очень рад нашей встрече. Рад, что мы с вами встретились в таком формате. Добрый день, Александр. Взаимно. Ну что ж, долго мы готовились к этому интервью и тема очень обширная, потому что у вас много видео о противостоянии разных кланов кинематографистов в советской киноиндустрии, вообще в Советском Союзе, и их влиянии на развитие страны, на её последующий развал. Но мы сегодня затронем, может быть, некие основы этого противостояния. Фёдор Ибатович, как начали складываться кланы работников киноиндустрии и по какому принципу? Ну ещё раз, добрый день, Александр, добрый день, уважаемые интернет-зрители. Тема у нас достаточно интересная, в том смысле, что она основывается на моей новой книге, которая так и называется, ну, называется она, я так считаю, достаточно интересна и необычна. Она называется «Спрятанная история советского кино. Война кланов». Почему это интересно? Потому что, во всяком случае, я не видел таких работ до вот этого. Была моя работа 2008 года, двухтомник, назывался «Гибель советского кино», где я действительно впервые попытался вот эту всю клановую систему в советском кинематографе показать и проанализировать. Почему я задался этой целью? Дело в том, что кинематограф в Советском Союзе был ведущим идеологическим органом Союза кинематографии, с кинематографистов. И поэтому здесь как бы проекция шла и на политическую ситуацию в стране, потому что как развивался кинематограф, таким образом развивалась советская идеология и, значит, и развивалась сама советская система. Вот именно поэтому кинематограф интересен. Еще литература, конечно, но я вот взял за основу кинематографа, потому что все-таки кино, люди все смотрят, все любят, тем более советское кино. Поэтому вот в 2008 году вышла вот единственная такая вот работа, в которой пытался я, значит, вот эту всю клановую систему проанализировать. Но поскольку с того времени прошло достаточно много лет, да, 14 лет, я вот решил, как бы вот, вернее, все это время я собирал материал, дополнял его, и у меня накопилось еще, значит, достаточное количество информации на новую книгу, которую я и назвал «Спрятанная история советского кино». Почему спрятанная? Все понятно. Потому что официальное наше киноведение, она такими вопросами не занимается. Или там в том же самом «Вдите» вам никогда даже вот в рамках какой-то там, например, дополнительной, да, дополнительных каких-то знаний вам никогда вот это вот не преподадут. Дело в том, что, кстати, после издания вот этого моего двухтомника мне звонили из ДИКа и собирались пригласить меня, чтобы выступил перед студентами вот как раз вот с анализом вот этих вот, значит, вот разборок в советском кинематографе. Но потом этот звонок был, а само приглашение потом отменилось. Ну, я догадался, почему оно было отменено. Но неважно, официальная, значит, историография, как советского, так и российского кино, эту тему игнорирует. И я догадываюсь, я думаю, и вы догадывались. Почему? Потому что клановые разборки никуда не делись. Кланы, которые сформировались в советские годы, они так и сохранились. Естественно, люди поменялись, а кланы сохранились. Поэтому вот именно поэтому я так думаю, что это все как бы вот сейчас является спрятанным. Ну, вот, и я решил эту, значит, историю опять реанимировать уже с новым фактом. Поэтому я вот свою книгу, будущую книжку, назвал «Спрятанная история советского кино. Война клана». И вот мы о ней как раз сегодня и поговорили. Я предлагаю таким образом. Я какие-то отрывочки из этой книжки буду вам зачитывать. Вот. А потом мы, по ходу, уже будем как бы комментировать вот эти вот отрывочки. Я выбрал самые такие рэперные точки в развитии советского кино. Ну, и предлагаю ограничиться вот сегодня, во всяком случае, периодом с 20-х годов и до смерти Иосифа Сергеевича Сталина, или до середины 50-х годов. Вот. Кстати, эта история тоже малоизученная. И поэтому давайте с этого начнем, а дальше как бы потом посмотрим. Если понравится вам и нашим зрителям, тогда можно продолжить дальше. Итак, значит, начну я с короткого предисловия, которое раскрывает как бы суть того, о чем мы с вами будем говорить. Вот. И начну я это, значит, нашу беседу с преамбулой небольшой, которая не мне принадлежит, а знаменитому нашему советскому кинорежиссеру Владимиру Науму покойному. Он в своих мемуарах, в книжке, в кадре, вот такой пассажик поместил. Кроме официальной, существует еще тайная история кино, скрытая от глаз исследователей и искусствоведов. Она подчас не отражена в статьях, книгах, ее почти никто не знает. Но как раз она, по моему мнению, является решающей для судьбы национального кинематографа. Я согласен с этими словами Владимира Наума. Другое дело, вот в его мемуарах анализ того, что мы сейчас будем заниматься, не приводится. Тоже по определенным причинам. Человек как бы заявляет, что есть тайная история кино, но ее не следует. Ну, понятно, он режиссер, в принципе, не историк кино, не киновед и так далее. Поэтому этим должны заниматься киноведы. Но они этим не занимаются. А вот я взял на себя такую ответственность, значит, и попытаюсь это все дело вам сейчас изложить. Поэтому отталкиваясь от этих слов, что есть тайная история кино, и мы именно эту тайную историю будем с вами сегодня изучать. Итак, начинали с предисловия небольшого. Если подходить объективно к такому явлению, как Советский Союз, то стоит отметить, что сила и слабость его находились в одной плоскости. Сила — это союз 15 республик и их интернациональная сущность. Она ярко проявилась в годы войны, когда именно интернациональное явление помогло Советскому Союзу победить другой союз, объединенную Европу. А слабость СССР заключалась в том, что внутри этих республик было клановое национальное деление. И эти кланы соперничали друг с другом, а иногда и враждовали. Но когда во главе всей страны находились сильные лидеры, то им удавалось не допустить, чтобы это соперничество перерастало во вражду. Например, сильными лидерами были Ленин и Сталин. Все остальные лидеры были слабее и выбирали такие пути развития страны и методы управления ею, когда клановые противоречия только усугублялись и разрастались. В итоге все завершилось с Горбачевской перестройки конца 80-х, когда кланы националистов победили кланы интернационалистов. Самыми влиятельными кланами в Советском Союзе были славянский, он делился на русский, украинский и белорусский, и еврейский. Причем последний клан сформировался во влиятельные и мощные именно в Советские годы. Поскольку до этого его представительство в структуре центральной власти не было столь значительно, мешала черта оседлости, которую окончательно ликвидировали в марте 1917 года. А появление вскоре интернационального СССР дало толчок для того, чтобы еврейский клан укоренился во власти сначала советской, а потом и постсоветской. Большим подспорьем для этого было и внешнее влияние ведущих капиталистических державок – США, Великобритании, Франции, 1948 года и Израиля. Если брать нашу сегодняшнюю тему «Кинематограф», то советское кино по своей клановой структуре напоминает американское, где еврейский клан тоже стал достаточно влиятельным, причем Голливуд создавали евреи, вышедшие из царской России. Ассимиляция евреев в русскую, а потом и в советскую науку и культуру привела к грандиозным успехам. Без этой ассимиляции не было бы того величия Советского Союза, которое мы знаем. Но в этой же ассимиляции таилась и опасность. Она была связана с несовпадением менталитетов русского и еврейского. Это несовпадение усугублялось по мере строительства Советского Союза изменениями базовых принципов в экономике и идеологии. Эти изменения способствовали все большему разобщению между кланами русских и евреев. Итак, с момента зарождения советского кинематографа в нем господствовали два влиятельных клана – славянский, русский, украинский, белорусский и еврейский. Развышение евреев стало возможным благодаря двум революциям с 1917 года. После февральской была окончательно отменена черта оседлости, а после октябрьской евреи активно начали обживать новые территории и новые должности по всей территории бывшей царской империи и особенно в Петрограде, столице до марта 1918 года и в Москве, столице с марта 1918 года. Именно в Москве и Петрограде с 1924 года Ленинград были созданы две крупнейшие киностудии страны – «Мосфильм» и «Ленфильм». На протяжении первых 20 лет руководили ими попеременно то русские, то евреи. Та же ситуация была и в руководстве союзного кино. Это было следствием того, что именно эти кланы делили власть и во всей стране. То есть вот это такое предисловие, которое должно помочь нам понять, какие кланы, два приятнейших клана, и формировали ситуацию как в советской кинематографе, так и непосредственно во всей стране. Потому что то, что формировалось центры, естественно, распространялось именно на все регионы. Весна 2022 года стала для нас точкой отсчета эпохи Великих Перемен. На наших глазах создаются новые парадигмы международных отношений, меняются привычные течения процессов в экономике, политике, культуре и идеологии. Глубокий анализ причин сегодняшних событий в двухтомнике Вардана Эрнестовича Багдасаряна 22.02.2022. Первый том посвящен анализу разлада в отношениях между Россией и Западом. и истоков конфликта на Украине. Во втором томе рассматривается модель дальнейшего развития русской цивилизации. Эта новая публикация доступна в магазине «Концептуал». Если у вас есть какие-то вопросы, я готов пить. Благодарю, Федор Ибатович. Это очень действительно интересная точка зрения, система оценки всей структуры Советского Союза, в том числе кинематографа. Была ли какая-то у них заинтересованность у этих кланов? Или за этой финансовой заинтересованностью стояли еще другие интересы следующих порядков? Например, идеологический, пропагандический и следующие такие? Ну, заинтересованность у этих кланов была в том, чтобы построить новое общество, новую систему. В данном случае советскую социалистическую систему. Поэтому и русский клан, славянский, назовем его широко, либо еврейский клан, они были в этом заинтересованы кровно. То есть у них стратегическая задача была единая. Тактические задачи разнились. Потому что, я говорю, менталитеты русского человека, или славянского, и еврея, они все-таки отличаются. Значительно отличаются. И это не секрет. Тогда отличались, и сегодня отличаются. Это все видно по сегодняшним событиям. Поэтому стратегическая цель была одна – построить новое общество. Евреи, кстати, в этом даже были, наверное, больше заинтересованы, чем русские. Почему? Потому что они с 1917 года, с чертого оседлости, не могли переселяться в большие города, не могли влиять на культурные события, политические, экономические и так далее. Здесь им такая возможность была предоставлена. Поэтому стратегически они были обведены в один клан. Тактически у них были разобщения. И постепенно, кстати, вот эта тактика, вот эти тактические разобщения по мере, так сказать, взросления советской системы будут усугубляться и приведут вот к расколу уже конца 80-х годов, когда произойдет серьезное размежевание, и власть выберет именно еврейскую сторону, и что приведет к развалу Советского Союза. Но это будет уже спустя 70 лет после того, как все это дело зарождалось в 1917 году. Поэтому давайте переступим ко второй части. Я просто-напросто покажу вам и нашим зрителям то, как это размежевание происходило вот в кинематографе непосредственно. Оно, кстати, происходило во всей советской культуре. Ну вот мы, поскольку мы разговариваем о кинематографе, я сейчас вам покажу. Итак, руководители Совкино, это тогда называлось Госкино, то есть Государственный комитет по кинематографии. Первые 20 лет существования СССР, это с 1917 по 1937 год, два клана, русско-еврейские, попеременно делили власть в руководстве советского кинематографа. Вот с 1919 по 1921 год возглавлял эту структуру Дмитрий Лещенко. Украинец, но относился к славянскому клану, то есть к русскому клану. В 1921-1922 годы Лещенко сменил Петр Воеводин, опять русский. С 1922 по 1923 год уже Лев Либерман, еврей. С 1923 по 1925 и разом самого Нолочко-домцев, это тоже еврейский клан. 25-30 год Константин Швеч, это уже представитель русского клана. 30-38 года это Борис Бершумятский, уже еврей. И в 37-39 годах чистки начались. Известно. Чистки касались в основном элиты. Они были элитными чистками. То, что вниз спускались, это уже как бы побочные явления. А так в основном подразумевались чистки во власти, в элитии. И во время этих чисток евреи вытесняются из власти, не только в кинематографе, а вообще везде. Они вытесняются, не уничтожаются именно, а вытесняются. То есть их большое представительство сокращается значительно. И на их место приходят либо славяне, либо кавказцы в какой-то период. Кавказцы тоже были. Ну, мы помним, Лоренки Берия, в политбюро вошел Микоян, ну и так далее. Армения. И с 38-го по 53-й год, 15 лет, практически уже последний, значит, поздний сталинский период, госкино возглавлял русский человек Иван Большаков. Это тоже симптоматично. Дальше мы переходим непосредственно к киностудиям, крупнейшим. Мосфильм и Ленфильм, директоры этих киностудий. 24-й, 25-й год, Борис Михин русский, 25-й, 26-й, Михаил Копчинский еврей, 26-й, 30-й, Илья Трайнов еврей, 31-й год, Виктор Смирнов русский, 31-й, 33-й, Соломон Орелович еврей, 33-й, 34-й, Сергей Саврасов русский, 34-й, 37-й, Борис Бапицкий еврей, 37-й год, Софья Соколовская еврейка, и 38-й, 40-й, как раз во время, сразу вернее, после чисто Константин Полонский еврей, но с 41-го года, там, если Большаков с 38-го, да, с 39-го года Большаков пришел, 38-й, 39-й, то там чуть-чуть смещение. В 41-м году Александр Грошев русский и дальше уже Мосфильм возглавлялись практически русские люди. Поэтому вот такая ситуация была на Мосфильме. Здесь еще надо, на что внимание обратить? На Мосфильме в 30-е годы, когда шли вот эти качели русско-еврейские, работало 17 режиссеров евреев и 11 режиссеров русских. То есть преобладание евреев было больше, чем русских, несмотря на то, что были качели, а с конца 30-х годов русские ставили в госкино, известители у них были русские и так далее. То есть здесь вот такой баланс. 17 евреев режиссеров, 11 русских. Самые известные евреи. Сергей Эйзенштейн, Михаил Ром, Абрам Ром, Сергей Юткевич, Юрий Райзман, Григорий Рошаль, Александр Столбер. Среди русских. Григорий Александров, Иван Пырьев, Всеволод Кудовкин, Александр Медведкин, Александр Птушко. Дальше мы переходим к Ленфильму. Директором. Там ситуация такая была. Она даже не была похожа на Москву. Почему? Потому что Ленинград считался оппозиционным городом и оппозицию составляли в основном евреи. Как в полидбюро, кстати, в Троцкий, в Сенове, в Каменеве, так и в Ленинграде непосредственно. Город оппозиционный. То есть в 18-м, в 23-м годах директором Ленфильма был Дмитрий Лещенко, тот самый, который и госкино. Как говорим. 25-й, 26-й Абрам Хохловкин еврей, 27-й, 31-й Натан Гринфид еврей, 32-й, 34-й Марк Шнеберман еврей, 34-й, 36-й, Израиль Кацнебсон еврей. В данном случае евреи доминировали, например, или делили власть на Мосфильме, на крупнейшей киностудии, а вот на чуть поменьше киностудии, но тоже с значимой Ленфильмой, там власть была родина евреям. С 1937-го года директорами Ленфильма, как у нас в фильме, в основном были русские уже. Вот после 1937-го года там уже русские пошли. Евреев практически не было. На Ленфильме в 30-е годы работали 42 режиссёры-евреи. Если на Мосфильме 17, то в Ленинграде на Ленфильме 42. Представляете, какая разница? Режиссёры-евреи против 32, а там 11 было, на Мосфильме было 11 русских, а здесь 32, но всё равно евреи доминировали. Режиссёров русских. Самые известные евреи Григорий Козинцев, Леонид Траубер, Иосиф Хейхетт, Сергей Герасимов, Александр Зархи, Лео Арнштам, Фридрих Эрмлер, Эраст Гарем. Русские Сергей и Георгий Васильевы, Владимир Петров, Семён Тимошенко, Александр Ивановский, Павел Петров-Бытов, Александр Иванов. То есть вот такая ситуация на ведущих киностудиях была и в руководстве кинематографа, до 37-го года. До 37-го года. Потом евреи начали оттеснять, но вот кинематограф, если брать, например, и репрессии, то практически ни один известнейший или там 2-го или 3-го уровня режиссёра не пострадали. Если брать, например, литературу, там всё-таки были писатели, известные, знаменитые, которые во время этих репрессий пострадали, в кинематографе такого нет. Почему? Потому что Сталин, ну и советское руководство, кинематограф всё-таки более значимое, значит, оказывали внимание и считали это более, с точки зрения идеологии, более такой массовый вид искусства, чем литература. Хотя книги тоже в Советском Союзе читали, но всё-таки кинематограф, кино, оно ценилось выше всё-таки. Поэтому вот такая ситуация была в кинематографе вот до начала вот этих вот чисток. Но теперь мы вернёмся чуть назад, к началу. Почему? Потому что вот эти вот чистки, мы должны были объяснить, почему именно эти чистки, например, возникли в той же самой идеологии, в культуре, в политике тоже самое. В кинематографе они обошли стороной, но всё-таки идеологически там произошёл определённый зажим. Какие были предпосылки этого зажима? Истоки, да. Предпосылки этого лежали в 20-х годах, в эпохе новой экономической политики, или сокращённо НЭПа. Вот мы сейчас поговорим о коротк, хотя бы о том, что из себя представил НЭП, вот с точки зрения экономики и культуры главной. Итак, НЭП длился 8 лет, с 1921 по 1929 год. И являл собой симбиоз социализма, плановая экономика и капитализма, рыночной экономики. Эта среда была особенно благоприятна для евреев, которые являют собой рыночников. Поэтому кино они старались снимать рыночное, часто безидейное, и больше развлекательное, поскольку именно оно приносило прибыль. Они видели на живых примерах, что кино идейное не пользовалось у зрителей времён НЭПа успехом. Например, два выдающихся фильма Сергея Эйзенштейна, «Броменосец Потёмкин» в 1925 год и «Октябрь» в 1927 год, с треском провалились в прокате. Успехом пользовалась развлекуха, которую снимали как государственные, так и полуподкольные частные фирмы. Кстати, очень много было частных кинокомпаний, которые снимали на потребу в основном фильмы. И государство, на словах ратываясь, за идейное кино, ну, с высоких требований, на деле поощряло кино безидейное, прибыльное, ведь оно приносило большие деньги. Только в 1925 году киношный доход, в основном от развлекательных фильмов, составил 15 миллионов рублей чистой прибыли, это было второе место после доходов от продажи алкоголя. Львиную долю этих денег принесла развлекуха, как советская, так и зарубежная, потому что был ещё прокат зарубежный. Идейное кино людей не привлекало, поскольку Гарнепа рождал аполитичного зрителя. Дальше мы переходим уже непосредственно к тому, кто управлял всем этим, я имею в виду не в киношной среде, а чуть повыше, в правительстве. Руководство страны тоже делилось на кланы, где главными были те же два клана, славянский и еврейский. Причём наличие руководителя славянина не гарантировало того, что он будет отстаивать именно славянские позиции, имеется в 1920-е годы. Поскольку еврейский клан имел возможность влиять на них опосредованно. Таким образом, председателем Совмина Советского Союза с 1924 по 1930 год был Алексей Рыков. Русский, но женат был на еврейке, не на маршах. Она была номенклатурным деятелем, относилась к номенклатуре, работала начальником управления охраны здоровья детей наркозграва. В 1930 году Рыкова сменят Вячеслав Молотов, тоже русский, но женатый на еврейке, по линии жемчужины. Она тоже была номенклатурным деятелем, была наркомом сначала рыбной промышленности, потом текстильно-галантерейной промышленности, тоже достаточно влиятельная, это такое опосредованное влияние. Дальше, нарком просвещения РСССР, наркомат просвещения, это аналог Министерства культуры, который, кстати, занимался кинематографом, там был сектор кинематографа. Так вот, с 1917 по 1929 год, фактически, с Октябрьской революции и по завершению НЭПа, возглавлял Анатолий Луначарский, еврей с Украины, женатый на еврейке, Наталья Сац, она была киноактрисой, работала на киностудии «Межрапонтфильм». Это совместная киностудия, совместная советская-германская. Там таких киностудий тоже было несколько. В основном, основные контакты советских кинематографистов все через Германию. Германия, развитая в этом отношении, страна была в кинематографе, поэтому там в основном немецкий кинематограф, немецкие фильмы, немецкие кинорежиссеры, они как раз и задавали тренд. Чуть попозже итальянцы будут, например, с неореализмом, а вот тогда немцы. На Германию это все было завязано. Поэтому здесь в правительстве такая ситуация была. Если русский человек был председателем правительства, то опосредованно через еврейские связи он все-таки потворствовал евреям. Тем более ситуация 20-х годов благотворно сказывалась именно на евреев. Они переселялись из местечек в крупные города, особенно много было в Москве и в Ленинграде, ну и в других крупных столицах, типа Киева, например, и так далее. Поэтому вот эта ситуация им способствовала. Если, например, брать русское население, вот, например, шла тенденция на то, чтобы лишить накопленного богатства или средств, русскую православную церковь отнимались у нее средства, значит, какие-то, значит, которые представляли интерес с точки зрения продажи, шла продажа за границу за то, чтобы эти деньги потом провести к ревизоризации, то же самое, индустриализацию, вот, и у РПЦ отнимали средства, а вот, например, у евреев в синаголах никогда средства никто не отнимал, никогда. Они были защищены именно законом, который в 18-м году, закон об антисемитизме, о том, что евреи обладают, значит, какой-то вот индульгенцией, ну, с точки зрения того, что они все-таки с пролетарской точки зрения они были гонимым народом, да, в царской России, поэтому, естественно, к ним власть больше, плага, словно относилась, чем к основным, не только к русским, а к другим народностям тоже. Евреи были, как бы, выделены в определенную указку, я имею в виду в 20-е годы, поэтому, если русский возглавлял правительство, например, то, естественно, вот эти две, значит, причины, именно то, что евреи считались как гонимым народом, и к ним надо особое внимание выделять, и плюс еще опосредственно, что у них жены были еврейки, все это способствовало тому, что евреи поднимались именно в 20-е годы, в том числе и в кинематографе. Еще одно важное, значит, вот это явление, тоже, чтобы показать, что такое НЭП и почему его закрывали, вот, мы поговорим на такую тему, как голубое лобби, то есть гомосексуальное лобби, оно тоже в Советском Союзе сформировалось именно в 20-е годы. Например, если в Царской России оно минимальное значение имело, то есть там тоже были свои, так сказать, представители этого лобби, я имею в виду наверху во власти, то в Советские годы это приобрело уже такие вот достаточно серьезные, так сказать, вещи, когда члены правительства и тот же самый Анатолий Васильевич Луначарский, он был по, вот, одной из версий бисексуалом. То есть у него была жена официальная, да, но он поддерживал еще отношения с мужчиной. Итак, «Голубое лобби». Что такое «Голубое лобби» вот в 20-е годы, в годы НЭПа? Итак, в годы НЭПа в творческих кругах укрепилось «Голубое гомосексуальное лобби». Среди киношников и театралов к нему относились режиссеры Сергей Эйзенштейн и Всеволод Мирхольд оба считались бисексуалами. У них были жены у Мирхольда сразу, у Эйзенштейна я потом скажу, когда появилась жена. Актриса Фаина Раневская, певец Вадим Козин и другие. Им покровились «Голубые» во власти. Чиновник из наркомата просвещения и кинокомитета «Советское голубое лобби» поддерживал тесные отношения с немецким «Голубым лобби». Опять я вам говорю, что вот кинематограф, и там свое лобби было «Голубое», и они тоже вот по линии, ну не только кинематограф, а к культурным связям, они как раз вот это все дело проецировали в Советский Союз. Каким образом шла вот эта вот проекция? Именно там в 1919 году я имею в виду в Германии появился институт сексологии, первый в Европе. Именно там жил первый известный на весь мир трансгендер Эйнар Дегенер, который в 1930 году сменил пол и стал женщиной Лили Эльбе. Операцию ему или ей проводил глава института сексологии немецкий еврей Магнус Хиршфельм, человек, которого хорошо знали и ценили в полугольку ругах Советского Союза. В итоге правительство СССР пригласило его в Москву в конце июня 1926 года. Именно по правительственным кругам и через наркомат посвящения. В конце июня 1926 года по приглашению в правительство СССР Хиршфельм посетил Москву и Ленинград. 4 ноября 1926 года, уже вернувшись в Германию, он выступил в отеле Руси Шерхов, отметив, что Советская Россия после революции совершила гигантские достижения. На законодательном уровне, в брачном и семейном праве, в уголовном праве, в тюремном праве там реализовано все, чего он безуспешно, имеется в виду, Хиршфельд, добивался в Германии. Там, кстати, вот в этом отношении закон был достаточно жестким, чем в Советском Союзе 20-й годы. Вот что его и поразило. Например, уголовный закон о гомосексуализме является образцовым в том смысле, что он наказывает только за соблазнение сексуально незрелых людей, применение насилия и эксплуатацию беспомощного состояния человека. В Германии такого не было. Хиршфельд был инициатором и консультантом фильма о геях «Не такой, как все». Это немецкая драма о гомосексуальности, снятая в 1919 году режиссером Рихардом Освальдом. В 1928 году он прокатывался в Советском Союзе. Его наше правительство закупило для того, чтобы снимать свои фильмы о гомосексуалистах, кстати, не успели. Но это об этом тоже коснусь. В 1928 году первая свадьба гомосексуальная в Советском Союзе была сфиксирована в 1922 году. Это как раз второй год существования НЭПа. Женились два балтийских матроса. Представляете, куда это все дошло? Два балтийских матроса. Это должно было перекинуться на армию, представляете, на другие структуры, если бы это дальше все так развивалось. Два балтийских матроса поженились. И им, кстати, пошли навстречу и разрешили. Вот разрешили, значит, пожениться. В 1928 году прошел, как раз в момент того, когда советская правительство закупила вот этот фильм такой, не такой, как все. В 1928 году прошел конгресс вот этого Института сексуальных наук в Копенгагене. И СССР был объявлен там образцом сексуальной терпимости. Это было подчеркнуто, что в Советском Союзе просто... И жесткое законодательство в конце 20-х годов до 1925 года по отношению к гомосексуалистам только в двух регионах применялось в Советском Союзе. То есть, хотя там законы федеральные будут так быть, союзные действия, но местная, значит, элита категорически была против этого, и там уже жестко кораллов. В Средней Азии и на Кавказе. Так и осталось сейчас. Итак, вот такая ситуация складывалась, значит, вот в годы НЭПа. И, значит, в 1928 году этот фильм прокатили. Тогда же вы нашли идеи снять первый фильм о советских и проститутках. на Белгоскино, кстати, вот первый фильм должен быть снять в 1929 году. Он назывался он просто «Проститутка». Белгоскино это белорусская киностудия, но она до 1939 года базировалась в Ленинграде на правах вот этого Ленинфильма. То есть, каким-то таким фармклубом по спортивному, и там собирались снять фильм «Проститутка». Первый фильм, кстати, вот, но его запретили, зато Петр Тодорович в 1988 году снял наш советский фильм о «Проститутке». Помните, да, который «Интердевочка» назывался? Да, это тоже, кстати, совершенно закономерно. Почему? Потому что НЭП потом вот при Горбачеве очень сильно раскручивался именно в этом направлении. Проституция, ну, до гомосоциализма не дошло, потому что советский союз развалился. А если бы он дальше существовал, я думаю, что и гомосоциализм и кино бы тоже в Советском Союзе снимал это в те годы. В 29-м году НЭП закрыли, а в марте 34-го года ввели уголовное ответственность за мужеложество в Советском Союзе от трех до пяти лет тюрьмы. Вот Вадим Козин, кстати, по этой статье отправился в лагеря. В том же году Эйнштейн женился в 34-м году, чтобы не попасть под действие этой статьи. Тогда же Хешфельда лишили германского гражданства, и он уехал во Францию. В Германии, ну там понятно, там нацисты причем к власти, у них тоже отношение было к гомосексуальному лобби, критическое достаточно, даже жесткое, и он уехал, значит, в Германию. Уехал в Германию и там продолжил свои дела. В Советском Союзе все это дело тоже было закрыто, и голубое лобби существовало, но оно уже не имело такого влияния, потому что люди боятся, такого влияния на остальные круги, тем более там подумать о том, что могли снимать какое-то кино или какую-то книгу написать на эту тему, это было уже все 50 лет все это дело сохранялось в Советском Союзе, потом все поменялось. Дальше мы с тобой приступаем тоже к интересной теме, не исследованной никем. Я стараюсь в своей книге вот этой скрытой истории насчет советского кинематурга исследовать те темы, которые никогда никем не поднимались и не исследовались. Хотя они имели, я даже, не знаю, как вы считаете, я считаю, что это такое знаковое, кардинальное значение имели для развития советского кинематурга, советской культуры, например. Пойдет дальше, гомосоциальный лоб, вперед, или не пойдет. Это же, кстати, сейчас такая же дилемма стоит перед Россией, например. Пойдет, не пойдет. Развиваться будет коммерческое кино, а политическое будет все время затухать, затухать, дотации, 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 к чему это приведет? Если бы вот эта ситуация дальше продолжалась, НЭПовская, то в 41-й год мы встретили, сами понимаете, в каком состоянии. Вот эти балтийские матросы, с которых все началось в 22-м году, представляете, как бы они там воевали. И вообще, пошли бы они на фронт воевать за свою страну, если бы можно было, например, каким-то образом все это дело избежать. Поэтому вот этот вот НЭП, который был закрыт в 29-м году, закономерно и должен был прекратить свое существование именно по этой причине. В том числе и в области кинематографа, причем потому что кинематограф – это идеологический вид искусства, в Советском Союзе это идеократическое государство, и главное, там была идеология. Вот как людей воспитаешь, так они будут жить. Вот как людей воспитаешь, так они будут воевать. За свою страну либо за чужую. Итак, вот эта тема следующая, малоисследовательная, это директоры фильмов. Почему она важна? Дело в том, что директор фильм по-современному – это продюсер. По-современному – это продюсер. Человек, который владеет финансами. Практически с момента зарождения советского кино директорами фильмов, продюсерами назначались в основном евреи. Об этом я уже говорил, они финансово подкованные, они знают секрет денег, рыночники, поэтому здесь понятно. Поскольку они всегда были предрасположены в финансовой деятельности. В итоге деньгами в советском кино заведовали имена евреи, впрочем, как и в других структурах. Например, главным финансистом ГПО НКВД 24 года, с 22 по 46 год, будет еврей Яков Берензон, который все чистки пройдет, никаких проблем не будет. Главный финансист НКВД. А замнаркома финансового СССР из Советского Союза с 24 по 37 год был еврей Руим Левин. Создателем советского кинопроката в 20-е годы был еврей Борис Больф, который с конца 40-х будет еще и директором многих фильмов. То есть, в принципе, здесь я такую выборку небольшую сделал, но если там перечислить всех евреев, которые финансовыми в советской структуре занимались, там просто места нам не хватит. Поэтому евреи финансовыми вопросами занимались в Советском Союзе, несмотря на то, что в конце 30-х годов произошли чистки, да, их оттиснение от власти, но не всех. Не всех. Финансовых вопросов они как раз вот остались. Если брать лидеров двух киношных кланов русского и еврейского, то они в основном предпочитали брать своего директора фильмов, представить из своих кланов. Например, Григорий Кознецов и Леонид Траубер, еврей из Ленфильма, снимали фильмы с директором евреем Михаилом Шостоком. В 32-33-м годах он был помощником директора Ленфильма по плановой финансовой части, то есть финансист. Хороший. Сергей Юткевич, это Ленфильм и Мосфильм, он на двух кинотеатрах потом работал, работал с директорами Якова Монцеловича в фильме «Человек с ружьем», «Здравствуй, Москва», «Свет над Россией», Александром Ашкинази, фильм «Ленин в Польше» и Эриком Вайсбергом «Ленин в Париже». Михаил Ром, это Мосфильм, снимал фильмы с директором Игорем Вакаром, а последний свой фильм «Обыкновенный фашизм» с Юзефом Рогозовским. С последним снимал свои фильмы и другой еврей из Мосфильма Юлий Райдман «Поезд идет на восток», коммунист. Что касается режиссеров из русского клана, то они не были столь националистичны, то есть они могли приглашать как евреев, так и русских. Поэтому Григорий Александров с Мосфильма начал работать с евреем Исаком Зайонцем, снял вместе с ним «Веселые ребята». Потом работал с русскими директорами Борисом Чижовым, Владимиром Масловым, а закончил с евреем Владимиром Цейтлиным. Это последний фильм «Створец Элира». Иван Пырев Мосфильм начал с евреем Давидом Гоффманом, фильм «Партийный билет». Потом были русские директора Глеб Кузнецов с сценаркой «Пастух, кубанские казаки», Владимир Маслов, фильм «Свет далекой звезды». А потом снова стал работать с евреями. Исаак Биц «Испытание верности», «Идиот» и фильм «Голынский». Его последний фильм, я имею в виду «Пырево», «Братья Карамаз». А Сергей Бондарчук в Мосфильм с директорами евреями почти вообще никогда не армут. Только на войне и мире. И то там было трио. Три директора. Грузин Виктор Сергеев, русский Николай Маслов и еврей Мейрович. Все остальные директора у Бондарчука были из славян. Русские или украинцы, поскольку и сам Бондарчук принадлежал к этим нациям. Глеб Кузнецов «Судьба человека», Игорь Лазаренко «Они сражались за родину скейп», Валерий Мальков «Красные кола», «Колокола» и Борис Годунов. Директора нам... Вот эта тема, директора фильмов, продюсеров советские, она интересна с точки зрения денег, влияния денег на советский кинематограф. Я уже говорил, что в 20-е годы деньги имели существенное, значит, они всегда имели, что при советской власти, что при нынешней, что при капитализме, что при социализме деньги, естественно, играют огромную роль в экономике страны. Поэтому вот это вот отношение евреев, потому что они к финансам имели отношение, не только к кинематографу, а вообще везде. В Министерстве финансов, то же самое в НКВТ и других, так сказать, в отраслях, она как раз и говорит о том, что деньги в Советском Союзе тоже значительную роль играют. Поэтому кинематограф тоже на этих денег отдержался. Другое дело, идеология. Снимать развлековку либо идеологическое кино. Если снимать идеологическое кино, то какое кино? Почему? Потому что я говорю, фильм «Октябрь», например, «Гуральновь с Потемкина», они в прокате провалились. Почему? Потому что народ выбирал, пойти ли ему на «Гуральновь с Потемкина» или на какой-то миссмен, например, или еще на какое-нибудь кино, развлекательного плана, и он выбирал развлекательное кино. В 30-е годы ситуация там поменялась. Там уже надо было снимать такое идеологическое кино, которое могло привлечь зрителей в зал. Кино должно было быть интересное. Раньше евреи, не снимая интересное политическое кино, они не были в нем заинтересованы. А в 30-е годы, после того, как «Нэп» закрыли, кино стало централизованным, режиссеров обязывали, не только режиссеров, и сценаристов, писать такие сценарии, на которые народ пойдет. Если такой сценарий не напишешь, тебе будет плохо. Плохо конкретно. Либо в лагерь поедешь, либо тебя выкинут с работы, она денежная работа, сценаристы очень хорошо получали, режиссеры тоже хорошо. Об этом мы потом поговорим, кстати. Какие там ставки были. Поэтому они были заинтересованы в том, чтобы писать хорошие сценарии политического кино, на которые народ пойдет. Так родился, кстати, фильм «Чапаев». Вот с него и пошла волна интересного политического кино. Об этом, кстати, мы тоже поговорим. Итак, почему директора фильмов это важно? Потому что они заведовали деньгами, как официальными их потоками, так и теневыми. Ведь в советском кино всеми процессами тоже управляли деньги. Например, чтобы пробить какой-то проект, надо было порой дать взятку кому-то из чиновников в Коскино, главные редакционные коллеги и так далее. На киностудиях тоже были распространены взятки. Например, начинающий сценарист должен был делиться частью гонораров с редакторами или режиссерами. Для этого режиссеры часто становились с авторами сценария. Они получали и как режиссеры, и как сценаристы. Ставка очень хорошая была у сценаристов. Причем, они писали сценарии, получали деньги, но если сценарий киностудия не запускала, они не возвращали деньги. Деньги у них оставались. Для этого, в сценариях, воровались деньги из бюджета фильмов, которые были большими. Они специально завышались, так же, как и сейчас. Другое дело, тогда можно было в тюрьму за это слить или в лагерь, а то и к стенке могли поставить. Сейчас никто этого не боится. На масштабные проекты выделялось до 700 тысяч, вот самый, значит, потолок, 700 тысяч, это фильм «Октябрь» Сергей Эйзенштейн, который, кстати, провалился. Он 700 тысяч, на него затратили деньги, а вернул он меньше 100 тысяч. То есть он провален оказался. Обычный полнометражный фильм стоил 300-400 тысяч рублей. Сметы часто специально завышали, чтобы урвать часть денег себе, поэтому периодически возбуждались уголовные дела на настратчиков. Первый такой процесс случился осенью 1926 года, когда были арестованы 16 руководящих работников киностудий, госкино и пролит кино, которых обвинили в безхозяйственном и злоупотреблении служебным положением. Другое дело, наказание мягкое было. Отослали, сослали, в тюрьму никто не сел, ни более никого не расстрелили. Половина этих людей были евреями. Среди них Яков Блеох, который избежит тюрьмы и станет потом директором от ТЭСК и Свердловской киностудии. То есть этот процесс 1926 года никакого влияния на его и на карьеру других людей, которые проходили по этим делам, не повлиял. Еще один шумный процесс случился в конце 1946 года. По этому поводу, то есть через 20 лет, уже другое время было, по этому поводу даже вышло постановление Политбюро, где сообщалось руководство Министерства Кинематографии СССР не организовало борьбы с жуликами, ворами, тунеядцами, получившими возможность длительное время расхищать государственные средства. Директор киностудии 15-летний капитан Кренский киностудии «Союз Детфильм» отчитался перед студией фиктивными документами на сумму 201 тысяча 400 рублей. То есть 201 тысяча 400 рублей было похищено. И распределена не только Кренскому доставу, но и тем людям, которые там наверняка в Боскино были, на киностудии и так далее. Директор кинокартины «Простые люди» Гинсбург киностудии «Ленфильм» отчитался перед студией фиктивными документами на сумму 93 тысяч 702 рубля. Директор кинокартины «Золотая тропа» и «Строптивный соседик» Гебуации Тебилисской киностудии отчитался подложенными документами на сумму 151 тысяча 500 рублей. Установлено, что директор картины, которому доверяются, директора картины, которому доверяются огромные государственные средства, подбираются из людей случайных и непроверенных. Дело в том, что в 1946 году это датируется. Почему именно в 1946 году? Потому что в 1941 году, в 1941 по 1945, никакие ревизии нигде не приводились вообще. Но война была. Не до этого была. А после войны сразу начали провести ревизию. И вот такие вот процессы стали уже такие... Само политбюро заседало по этому вопросу. То есть это говорило о том, что в кинематографе существует такое явление, как разворовывают государственные средства. И поэтому, чтобы бороться с ними, выходили такие постановления. Людей наказывали серьезно для того, чтобы дать сигнал другим. В Росту, естественно, не прекратилось. Это понятно. Огромная страна, 15 республик, киностудии, много раскидана. Но все-таки страх у людей был. Страх от того, что ты своруешь и тебя могут наказать. В тюрьму посадишь или в лагерь отправишься. Это было. Поэтому вот такие процессы в советском кинематографе происходили. Но такое явление, как кража государственных средств на ниве кинематографии, она была достаточно распространенным явлением все годы советской власти. Потому что государство денег на кино не жалело. Дальше мы переходим тоже к достаточно интересной теме. Она, в принципе, заезженная. Но я попытаюсь здесь как раз я имею в виду такую тему, как цензура. Тема заезженная. На ней уже кто-то только не оттоптался. Но я попытаюсь подойти с другого бока и рассказать о цензуре именно с точки зрения влияния кланов на нее. Потому что это важно. Не случайно все киноведы, которые этим вопросом занимаются, они эту тему старательно избегают. А здесь как раз цензура тоже принадлежала двум этим кланам. Русскому и еврействому. Тоже были качели. И мы как раз сейчас об этом поговорим. Как это влияло на советский кинематограф. Важным элементом советской идеологии была цензура. За контроль над ней боролись два клана. Русский и еврейский. Однако в годы НЭПа руководителями главлита были русские. Николай Мещеряков 22-27 годы и Павел Лебедев Полянский 27-30. Не имея возможности захватить главлит, евреи нацелились на главрепертком, который подчинялся главлиту и контролировал все публичные зрелища и выступления. То есть тоже приносил большие деньги. Концертные площадки, киношные площадки, киноустановки, они подчинялись главрепертком. Но главрепертком подчинялся главе. В 27-м году евреи при поддержке луначарства сделали главрепертком своего человека Бориса Шумяцкого, того самого, который через три года станет главой всей советской кинематографии. Чтобы тот вывел структуру главрепертком из подчинения главлим. Это было важно. Но Лебедев сумел добиться смещения Шумяцкого и поставил на его место своего человека, русского Владимира Маргвинкина. Но его заместителем был назначен еврей Рувин Пикер. Там как раз вот такая вот борьба и приводила к тому, что если вы ставите русского, то дайте нам возможность заместителем поставить евреем. Либо наоборот. Вот такие качели присутствуют в определенном моменте. Однако Шумяцкий бездел не остался. Три года спустя евреи пробили его кандидатуру на пост главы всей советской кинематографии. Также им удалось сместить Лебедева. Это в 30-е годы. Лебедева они сместили. И поставить в главе главли еврея Бориса Вольф Фрадкера. Которого спустя 4 года сменил другой еврей Сергей Ингулов Рейзер. Англичанин Дуглас Рид в 35-м году посетил Москву. 35-й год. И написал следующее. Министерство цензуры было набито евреями. И это меня удивило больше, чем что бы то ни было в Москве. Там не было ни одного нееврея. А они были те же самые евреи, что и в Нью-Йорке, и в Берлине, и в Вене, или в Праге. Хорошо убитанные, маникюренные, с налетом дендизма в одежде. Это вот мнение стороннего наблюдателя, который приехал из границы, посетил цензурский кабинет, кабинет вернее, коридоры, главлит, и сделал вот такой вот вывод. В своей книжке он книгу выпустил о путешествии в Советский Союз. Во время чисто конца 30-х Ингулово и Шумяцкого расстреляют. С тех пор главлитом стали заведовать только русские. И это продолжалось до перестроечных лет на Горбачевске. Хотя были, конечно, и прецеденты в редакторском корпусе и так далее. Но все равно этот, значит, вот этот вот контроль за идеологией в кинематографе был отдан русским. Они следили за тем, чтобы евреи не пропускали через свои фильмы какие-то зловредные, нехорошие идеи. Когда-то удавалось это сделать, когда-то не удавалось. Ну, я имею в виду после смерти Сталина. Это, кстати, тема для следующего разговора, если у нас состоит этот разговор, о том, как вот эта идеология, так сказать, несмотря на то, что принадлежала русским под давлением евреев, она менялась. Ну, вот госкину после Шумяцкого возглавился Семен Дугельский. Да, вот один год там после Шумяцкого Семен Дугельский еврей, но он был чекистом бывших. Поэтому его поставили, потом в 1940 году сместили и как раз назначили русского гадора Иванова Большакова, который до смерти Сталина до 1953 года практически, а потом еще годик там после руководил советским кино. С тех пор госкину СССР тоже будут возглавлять славяне, но евреи будут продолжать контролировать кинематограф через систему скрытых рычагов, которые у них оставались и были связаны только с внутренними акторами, то есть с людьми, которые им симпатизировали, в том числе и наверху. И внешние акторы тоже играли роль, я имею в виду, крупнейшие диаспоры в США, Франции, а потом и в Израиле, потому что контакты после смерти Сталина особенно, они все шире-шире становились, и это все влияло на вот эту нашу структуру, я имею в виду, в области цензуры советской. Дальше мы переходим с вами к идеологии. Почему? Потому что цензура это идеология, и как это все, значит, было взаимосвязано. Итак, в годы НЭПа идеология в СССР носила двоякий характер. С одной стороны рабочая-крестьянская, а с другой буржуазная, НЭПовская. Причем значительная часть населения все сильнее склонялась в последний к НЭПовской, о чем я уже вам говорил, посредством того, как вот молодежь или там люди, которые посещали кинотеатры, значит, относились к развлекательному кино и к идеям. Особенно молодежь. Отсюда и результат. В 29-м году как раз вот на исходе НЭПа социологи провели опросы, тогда еще социологические опросы проводились. Значит, провели социологические опросы в молодежной среде, которые выявили удручающие с точки зрения идеологов картину. Всего 0,6% юношей и 1,5% девушек мечтали подражать героям революции. То есть, это мизерный процент. При этом многие подростки мечтали стать тем угодно. Учителем 10%, конторщиком 8,9%, инженером 5,6%, а также княгиней, дворянкой, богачом, даже священником, но только не коммунистом, 22%, и политическим деятелям один на один, или комиссарам вообще 0,3%. Хотя фильмы о комиссарах так дошли. Другое дело, их никто не смотрел, не посещал, там публикации были, и, кстати, литературе произведения выходили и так далее. Но вот в споре между вот этим коммерческим и идеологическим коммерция побеждала. Вот на тот момент. Еще один важный аспект, это НЭП возвращал не только население, но и элиту еще. Многочисленные совместные предприятия, ну, тот же самый межраповый фильм, который был советско-германским, вот, приводили к тому, что значительную часть советской элиты содержали западные бизнесмены. Советским чиновникам выплачивали солидные денежные премии, их возили на Запад, где обрабатывали соответствующим образом. Эту ситуацию в точности повторит сегодняшняя гламурная, кстати, Россия. после развала, который Советский Союз сформировался. НЭП закрывали и по этой причине тоже, чтобы перекупить советскую элиту, в том числе и творческую, и заставить ее работать на одну общую идею, уже рабоче-крестьянскую. Перекупить, имеется в виду, платить им еще больше денег за их фильмы, сценарии, книги и так далее. То есть, ну, не всем, естественно. А определенная градация была, то есть, наверху большие деньги платили людям, а внизу люди были заинтересованы, чтобы попасть наверх, чтобы эти деньги, которые они получают, внизу, не такие большие, уже поменять на более значимые деньги, поэтому они стремились. То есть, был лифт создан такой. То есть, советскую элиту перекупили, потому что, закрыв НЭП и оставив, например, мизерные гонорары, невозможно было заинтересовать те же самые евреев, например, в том, что они снимали политически коммерчески выгодное кино. Они будут это кино снимать, благодаря тому, что им обеспечит определенный уровень жизни, хороший. НЭП свернули в 29-м году, и развитие страны пошло по другим рельсам. На смену ГАРНЭПа пришел энтузиазм первых пятилеток. Надо было создавать промышленно развитую страну. И уже в середине 30-х произошел перелом в сознании людей. Мало кто из молодежи хотел стать княгиней, дворянкой или богачом, зато большинство мечтало стать лёдчиками, стахановцами и челюстницами. Это было видно по тем кушкам, по тем фильмам, которые посещали. Если в 27-м году фильм «Октябрь» Эльзештейна провалился в прокате, допомним, он 700 тысяч стоил, а принес меньше 100 тысяч. То фильм «Чапаев» 34-го года только в первый месяц из показа собрал более 10 миллионов рублей. Первый. А уж дальше там этот фильм стал знаковым явлением. Отныне быть героем революции и комиссаром вновь стало почётным в подростковой среде. Кстати, и формировалось как раз вот 7 лет. 34-й, 41-й. Вот за эту семилетку сформировалась там молодёжь, которая пойдёт на фронт и будет героически сражаться. Этот фильм стал знаковым явлением. Так, отныне сняли два фильма представителя русского клана Сенфильма. Русский. Это Сергей и Георгий Васильев. Отметим, что практически весь состав съёмочной группы состоял из славян. От евреев был лишь сорежиссёр Юрий Музыкант и художник Исаак Махлис, а так основная славянская группа снимала Чапай. Более того, дирекция Ленфильма во главе с Марком Шнейдерманом и Израилем Кацнельсоном они были директорами. Попеременно, когда фильм запускался в производство и снимался, два евреев возглавляли Ленфильм. Они были против этого проекта категорически. Но славянская группа русская в итоге победила и сняла шедевр, что тут же повлияло на ситуацию в кинематографе. По стопам Васильева вскоре пошли и режиссёры евреи, которые в годы НЭПа снимали массовое угарное кино, а теперь перешли на кино политико-патриотическое. Именно евреи застолбили за собой право окучивать эту важнейшую НИУ. То есть начали русские, Васильевы братья, а потом подключились к этому евреи, и им доверили окучивать эту политическую тему, потому что все значимые советские политические фильмы сняли режиссёры евреев. Козинцев и Трауберг сняли трилогию о большевике Максиме. Помните, «Крутица верст», «Шар голубой» и так далее. Это евреи сняли. Ром снял «Тринадцать» и «Идеологию о Лене» два фильма. Ленин в октябре, Ленин в восемнадцатом году. Юткевич, «Человека с ружьём» снял. Эйзенштейн, Александр Невского. Это тоже политический кино, предвоенное как раз, хотя и показывает времена далёкого прошлого. Райзман, «Лётчиков», «Поднятую целину» Шолоховскую, «Цыган», «Мы из Кронштадта», «Сергей Герасим», «Семеро смелых», «Консомольц», «Эрмлер», «Великого гражданина», ну и так далее. То есть евреям дали на лодку по эту тему, и они хорошо с ней справлялись. Вот представьте, да, вот во времена «Непа» Козненцев и «Траубрик» снимали одно кино, потом бац, времена изменились, другие руки опустились, сказали, мы не можем снимать такое кино, а они бац, переключились и стали снимать прекрасное политическое кино в большевиках. Русским режиссёрам в основном досталось не развлекательное кино, то есть русские стали стать развлекательным. Александр снял цирки «Волгу, Волгу», «Пырьев», «Богатую невесту», «Трактористов», «Свинарка и пастуха», «Медведки», «Новую Москву», «Птушко», «Нового Гулливера» и «Золотой ключик», «Лукашевич», «Подкидыш», «Журавлёв», «Космический рейс», это второй советский научно-фантастический фильм о космосе. Первый был «Аэлита», и его снял, кстати, тоже русский режиссёр славянского клана Яков Протазанов. То есть вот такая ситуация сложилась вот после того, как НАП закрыли, и в 30-е годы переключили на съёмки политического кино, но оно было коммерчески, понимаете, вот как удалось в эти сталинские годы совместить коммерцию и идеологию. Прекрасные, хорошие сценарии сюжеты, отличные актёры, то же самое Борис Черков, например, Максим и так далее. И народ пошёл на это кино. Та же самая ситуация должна была произойти в середине 80-х годов, когда была нащупана вот эта вот коммерческая и идеологическая жилка. Госкино в 78-м году приняло закон о том, что режиссёры, снимающие коммерческие и идеологически правильное кино, получали хорошие премии, гонорары большие. И вот из этого постановления родились фильмы «Москва следам не верит», «Пираты 20-го века», «Экипаж». То есть переход был какой? Снимать по-голливудски, но с советским. Советские идеологии, советскому клону. «Пираты 20-го» — это же карате, но советское карате, правильно? Или сыщик, например. Это же советский МСР, но он такой, карате владеет там же, не хуже, чем какой-нибудь там Брюс Уиллис, например, или какие-то, Брюс Ли, например, да? И так далее. Вот в 80-е годы то же самое должно было произойти, но не дар. Люди, которые прекрасно понимали, как это у нас в 30-е годы. Время недолго прошло, они прекрасно знали, как развивался союз. Кстати, это тоже одна из причин того, что скрывается то, что я вам сейчас рассказываю. Ни в один учебник советский это не входит, ну, киношный. Почему? Чтобы кинематографисты новые этого не знали, и здесь на те же грабли опять наступили. А если бы они знали, если бы они это изучали, они бы сказали, слушай, ну это же было, давайте так же и сделаем. Именно для этого это до сих пор и скрывается. Для того, чтобы как бы вот люди постоянно наступали на те же самые грабли. Вот для чего они это наступают? Вернее, в чьих интересах? Вот это тоже интересно. Дальше интересная тема, которая как раз вот тоже вытекает из этого политического кино, которое было от Куреи. Образ Ленина в советском комитете. Тоже заезженная тема, но, естественно, как раз взглянем как раз вот с точки зрения клана. Как кланы делили образ Ленина и какие? Все этим занимались. Два киношных клана делили между собой фильм о Ленин. Я имею в виду еврейский и русский. Поскольку это были главные фильмы в жанре политического кино, оно напрямую управлялось с Кремля. Отметим, что первым советским фильмом, художественным фильмом, где присутствовал образ Ленина, был «Октябрь Эйнзенштейна», который в прокате провалился. Это 27-й год. Там впервые. Снял его режиссер-еврей Сергей Эйзенштейн, а в роли Ленина выступил не профессиональный актер, а рабочий Василий Никанов. После этого 10 лет художественные фильмы с Лениным в СССР не снимались. Но с началом борьбы за власть в верхах, когда Сталин потребовал сменить старую ленинскую элиту, ну не всю, но значительный процент это так называемые ленинские элиты, на новую, уже сталинскую, образ Ленина стал чрезвычайно востребованным. То есть надо было отделить Ленина от этой ленинской гварды, от врагов народа. Поэтому вот был востребован образ Ленина в конце 30-х годов к советским художественным кинематографам. Многие бывшие ленинцы уходили в небытье, ходят чисток, но образ Ленина должен был быть незапятнан. И поскольку среди бывших ленинцев было много евреев, Сталином был выбран вариант, когда кино Лениниана было отдано на отпуск режиссерам-евреям с двух ведущих киностудий Мосфильма и Ленфильма. На Мосфильме такими режиссерами стали Михаил Ром и Сергей Юткевич. На Ленфильме Григорий Кознецов, Ленин Трауберг и тот же Сергей Юткевич. Он работал сначала на Ленфильме и потом на Мосфильме. А вот первыми исполнителями роли Ленина стали представители двух кланов. Русский Борис Щукин и еврей Максим Штрауф. Здесь как бы они поделили. Но и здесь евреям отдавалось преимущество. Если Щукин сыграл Ленина всего в двух фильмах, то Штрауф в шести. Но в постсталинские годы русские актеры постепенно вытеснили евреев, после смерти Сталина, евреев с этой стези и опять же по указанию сверху. И рекордсменами по части исполнения ролей Ленина в кино стали русские актеры. Юрий Каюров 18 фильмов, Борис Смирнов 6 фильмов. Однако именно режиссеры евреи сохранились с собой право снимать главные фильмы о Ленине. Биографические. Это был главный фильм. Были фильмы с Лениным, где он в эпизоде появлялся роль второго плана. А были биографические фильмы. Вот биографические фильмы евреи отстояли. То есть они как бы вот застолбили. Мы будем снимать как Ром снимал Ленин в 18-м году. Так следующие евреи и вот биографические фильмы продолжали его последовательные снимать. Его же был не второстепенным персонажем, а главным. Рефеем здесь оставался Сергей Юткевич, снявший при Сталине три фильма о Ленине, а после его смерти еще четыре. Всего семь. В этом же ряду и евреем Марк Донской три фильма. Что касается образа Сталина в художественном кино, то на эти роли сам Сталин застолбил трех актеров. Евреями Семена Гольдштаппа, он первый был. Это четыре фильма и одна роль в театре. Грузина Михаила Геловани, 15 фильмов. Сталин грузин, Геловани грузин, тут понятно, да? Симпатия. И украинца Алексея Дикова, четыре фильма со Сталиным. Всего 23 фильма. Отметим, что в 50-е и 60-е годы эти фильмы были купированы. Сталина из них вырезали. На роль главного купировщика всех советских фильмов, где появлялся Сталин, был назначен режиссер еврей Михаил Ром. Почему именно его назначили? В 1937 году он первым создал образ Сталина в художественном кино, сняв два фильма «Ленин в октябре» и «Ленин в 18-м году». Теперь он должен был реабилитироваться перед антисталинистами и с этим заданием успешно справился, несмотря на то, что Сталин наградил его пятью сталинскими премиями. О сталинских премиях мы тоже с вами чуть позже поговорим. Фильмы со Сталином тоже в основном снимали евреи. Три фильма снял Леонид Луков, два – Михаил Ром и фильм «Цыган» Сергей Юткевич, тандем – Александр Азархи и Иосиф Хейфиц. По одному фильму о Сталине снял Лев Кулешов, тандем – Григорий Козинцев, Леонид Траубер. Всего девять фильмов. Девять режиссеров, двенадцать фильмов из двадцать трех. Двенадцать фильмов из двадцать трех. Среди славянских режиссеров всего пять – «Братья Васильевы», Владимир Петров, Дмитрий Васильев и Игорь Савченко. Четыре фильма снял грузин Михаил Чаурели. Причем после смерти Сталина Чаурели уволили с Мосфильма. Сразу после смерти Сталина ему уволили с Мосфильма. Где он проработал девять лет, поскольку тот не захотел участвовать в начинавшейся антисталинской кампании. Там режиссером вставили перед фактом. Вот как Рома поставили перед фактом. Будешь вырезать Сталина из своих фильмов, из других? Останешься режиссером и в Абдике будешь преподавать и так далее. Нет, значит, у тебя проблемы возит. Человек выбирает. Вот Чаурели не стал и уехал в Грузию. А вот Рома в него активно включился в правах лидера либеральный фронт от еврейского клана. Он, кстати, и при Сталине был лидером и потом сохранил свои лидерские позиции в Москве. То, что Сталин всегда хорошо относился к Рому и ценил его фильмы, в расчет уже не брал гость. Идти по стопам опального Чаурели или Геловани, это тот самый, который 15 раз играл в Сталин в кино. Геловани Михаил. Тот умер в 64 года в 56-м году, не пережив антисталинского 20-го съезда. Ром, естественно, идти по этому пути не собирался. Получив за сталинские премии астрономические деньги в 450 тысяч рублей, Ром счел вполне уместным проклясть человек, которого ничего плохого лично не сделал. Сталинские премии. Что такое сталинские премии? В том числе и вот кинематограф. Нас интересует сталинские премии в области кинематографа. Эти премии придумал Сталин в конце 1939 года. Первое награждение произошло в 1941 году, когда угроза будущей войны стала уже окончательно реальной. Премии должны были стимулировать творческую интеллигенцию из всех кланов и особенно русского и еврейского на то, чтобы в тяжелую годину они сообща выступили на защиту страны. Премия была денежной. За первую степень давали 100 тысяч рублей, за вторую 50 тысяч, за третью 25 тысяч. Средняя зарплата в СССР в те годы равнялась 350 рублям. 350 рублей получал средний инженер обочины. То есть 100 тысяч это 285 средних зарплат. Высший потолок 100 тысяч, первая степень сталинской премии, это 285 средних зарплат в Советском Союзе. Всего за время существования премии было выплачено почти 58 миллионов рублей. Откуда же брались эти деньги? Вот откуда брались эти деньги? По идее государство должно финансировать, правильно? Но премия называлась сталинская. Не государственная, а сталинская премия. Так вот, эти деньги в основном шли излишнего кошелька Сталина. Это были средства от издания его произведений не только в СССР, но и по всему миру. Например, краткий курс истории ВКГБ, который появился в 1938 году и по 1953 год издавался 290 раз. Общий суммарный тираж 40 миллионов экземпляров. А книга вопроса ленинизма вышла в 11 зданиях десятка стран. Ну и так далее. Там много других произведений Сталина. Поэтому вот эти вот деньги, не только эти деньги, еще и другие были. Даже зарплата его, даже какая-то часть зарплаты его, потому что он ее не использовал, не покупал себе 100 шинелей и так далее, сапог. Поэтому и оттуда шли деньги на эту сталинскую премию. Но здесь была пререгатива. У Сталина была пререгатива. Он сам назначал лауреат. Он сам всех отсматривал. Это тоже надо иметь в виду. Потому что потом как раз тоже об этом поговорим. Так. Короче, деньги на поощрение лауреатов премии своего имени у Сталина были. Теперь посмотрим на то, как этой премией были отмечены кинематографисты. Больше всего шесть раз ею были награждены три кинорежиссера. Русский Иван Пырев, еврей Юлий Разиман и грузин Михаил Чурей. То есть здесь был соблюден некий баланс между тремя различными кланами. Потому что грузинский клан тоже существовал. Однако степени у этих премий были разные. Эти люди как раз получили шесть премий. Вот в большей части там первой премии у второй, третьей у кого из них не было. Но все равно шесть сталинских премий. Значит, однако степени у этих премий были разные. Здесь впереди шел Чурей. У него было все шесть премий у него были первой степени. То есть Сталин породил земляку грузину, который снял четыре фильма с образом Сталина. И за три фильма Чурей удостоился первых премий. Райзмунд удостоился трех первой степеней, а Пырев только двух. То есть здесь мы видим грузин на первом месте, еврей на втором, а русский на третьем. Иван Пырев с двумя премиями второй степени. Как лауреатов с пятью Сталинками тоже было поровно. Русский Владимир Петров и еврей Михаил Ром. То есть два человека пять раз в Сталинскую премию. Русский Владимир Петров и еврей Михаил Ром. А вот дальше баланс был на стороне уже евреев. Четыре премии было у Фридриха Эрмлера, а славяне таких высот достичь уже не могли. У них потолком был результат в три премии. Север Владимир Пудовкин и Игорь Савченко. Но у евреев таких лауреатов с тремя премиями все равно было больше. Пять человек. Это Марк Донской, Сергей Герасимов, Роман Кармен, Аркадий Кольцатый и Виктор Эйсимонт. Эта ситуация вовсе не говорила о том, что среди режиссеров, снимавших достойное кино, было больше евреев. Скорее, здесь роль свою сыграл личный фактор. Вот о чем я говорю. Что Сталин сам назначал лауреатов для ремии. Сам их отсматривал. Особенно в кинематографе. Потому что кино он очень любил. Киноманам. Сталин отдавал должное таланту режиссеров, евреев и их фильмы. Судя по всему, ему нравились больше. Он считал их более значимыми. Не более там кассовыми. Зрители их любят. Идет на них. Толпы, грядами и колонны. А главное, что какая значимость этих фильмов. Вот евреи здесь, судя по всему, ему больше нравились. Поэтому евреи Михаил Ром и Юрий Райзман получили сталинские премии первой степени. Ром четыре раза, а Райзман три. А русский Константин Юдин лишь однажды удостоился этой премии, да и то второй степени, за фильм «Смелые люди», собравший более 41 миллиона зрителей. Два раза больше, чем фильм Рома «Секретная миссия». Фильм 50-го года, они в одновременно вышли. Так вот, он два раза больше фильм Юдина «Смелые люди» собрал, чем вот «Секретная миссия», это шпионские боевики. А ведь у Юдина, помимо еще вот этих «Смелых людей», были еще три кассовые фильма «Девушка с характера», «Сердца четырех» и «Близнецы», вместе собравшие почти 50 миллионов зрителей. Но Юдин не входил в киношную мафию, которая имела возможность влиять даже на Сталина. И здесь мы подходим к следующему вопросу. Мафия. Что такое мафия в киношной среде? То есть это самые высокопоставленные деятели. Кстати, здесь вот к Станстантину Юдину можно еще приклюсовать еще несколько человек, которых, я вот думаю, стоит упомянуть. Почему? Потому что они снимали кассовое кино. Это кино стало классическим и до сих пор она пользуется популярностью. Например, Семен Тимошенко снял «Небесный тихоход» послевоенный фильм 45-го года. «21 миллион». Второе место в прокате. Сталинских крайне у нее не было. Василий Пронин снял «Сын полка» и «Сын Таджикистана». Очень популярный фильм, кстати, «Сын Таджикистана» о дружбе таджика и русского во время войны. Русского играл как раз вот Борис Андреев, погибает на фронте и так далее. Очень популярный был в то время кино. Сталинские премии Василий Пронин русские, я имею в виду их точно славян. Они, он достойный неба. Андрей Фролов тоже русский. «Первая перчатка» замечательный спортивный фильм 47-го года. 18,5 миллиона. Зрители пришло на него третье место в прокате. Занял Сталина он почему-то... То есть он выбирал. Он же не мог, она же не резиновая премия. Поэтому он как бы выбирал. Вот «Райзмана» либо «Первую перчатку». Проблема лично. А «Первая перчатка» ну народ пошел на него и так далее. Ну, может быть, Сталину империю перчатку нравилась. Но я говорю, поскольку она не резиновая была, он вот выбирал сторону вот... В ту сторону, о которой я говорю. Надежда Кашеверова и Михаил Шапиров, кстати, два еврея, сняли фильм «Золушка» 47-го года. Да, классика советского кино, сказка. Собрала 18, больше 18 миллионов зрителей тоже сталинской премии неудостойно было. Вахтан Таблиашвили и «Шалвак Гаденашвили» сняли «Кито и Кате» фильм. Два грузина, вроде бы, можно было второй или третьей степени дать. Не дали. 22 миллиона, четвертое место занял фильм. И тоже они в это, значит, не вошли. Поэтому здесь вот определенный, так сказать, фактор личного, так сказать, участия в Таллиннстве. И его интересы, и его, значит, вкусы какие-то можно поэтому судить. Хотя я думаю, я объясняю, что вкус здесь не главное, а главное было вот это влияние этого фильма на какие-то, так сказать, вот слои, на курги людей, которые смотрели эти фильмы. Дальше мы переходим к «Мафии», так называемой, в кавычках, естественно, это все. В киношную «Мафию» входила узкая группа режиссеров, операторов и их жен, жен обязательно, которые занимали высокое положение в киношной Иерархии. Это были супружеские пары из режиссеров и актрис. Итак, Иван Пырев, Марина Ладынина, Михаил Ром, Елена Кузнина, Сергей Герасимов, Тамара Макарова, Григорий Александров, Любовь Орбова, Абрам Ром, 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 не Ром, а Ром, Абрам Ром, Ольга Жизнева, Леонид Луков, Вера Шершнева и ряд других. Пользуясь своим положением, эти режиссеры, постоянно снимая своих жен в своих фильмах, имели возможность продвигать эти фильмы в массу, добиваясь для них самой высокой категории. От этого зависели гонорары их создателей и печатая самое большое количество их копий, которые покрывали всю страну. Макарова, Красимова, Орлова в 8 фильмах Александрова, Ладынина в 8 фильмах Пырьева, Шершнева в 7 фильмах Лукова, Жизнева в 6 фильмах Рома, Кузьмина в 5 фильмах Рома. Всего 43 фильма. Вот киношная мафия наснимала за промежуток времени с 30-х по 40-е годы 43 фильма. Лишь половина из них имела большой успех у зрителей, а другой половине сопутствовал скромный успех. То есть зритель мог и не идти на это кино. Это рождало в киношной среде, это у зрителей откровенное неприятие. Например, в 44-м году редактор госкиноиздата Николай Горгей обратился к Сталину с письмом, в котором предложил ряд мер, которые должны были оздоровить, он так и пишет, оздоровить ситуацию в советском кинематографе. Среди этих мер значилось привлечь новые кадры режиссеров, потому что одни и те же режиссеры, и освободить советского кинозрителя от режиссерских супруг. Но вождь этой инициативы проигнорирует, как и другую, про размежевание русского и еврейского клана, потому что в 44-м году вот это размежевание как раз и предполагалось осуществить. Эту идею выдвинул Иван Пырьев в 44-м году. Почему именно тогда? Еще в начале войны московские киностудии были отправлены в эвакуацию в Среднюю Азию, и там почти все главенствующие должности забрали себе евреев. Начальником главка по производству художественных фильмов стал Михаил Ром, под руком Центрально объединенной киностудии Бридрих Эрмлер, а двумя его замами Юлией Размен, Райзман и Леонид Траугер. Пырьев пожаловался главе кинокомедитета Ивану Большакову, и тот назначил его худруком Цокса. То есть Большаков назначает Пырьева худруком Цокса. Но теперь уже воспротились евреи. Вот тогда Пыльшаков и надумал. То есть они сказали, мы не будем воспринимать Пырьева как вот руководитель. Поэтому вот, чтобы эту ситуацию разрулить, и Большаков вышел с предложением к Сталину. Значит, создать там, на юге, киностудию, где были посредоточены еврейские режиссеры, а здесь в Москве на базе Мосфильма киностудия «Русь» со славянскими режиссерами. Было собрано собрание большое. Нанял ром, выступил там, русские режиссеры и так далее. Но здесь все зависело от Сталина. Однако Сталин эту идею не поддержал, поскольку не хотел потворствовать расколу. В том же 44-м он отказал евреям в захвате Крыма. Тогда снова возникли 20-е годы. Они хотели взять Крым. Я имею в виду еврей. Еврейский клан хотел себе взять Крым. Долгодатную землю. Им отказали тогда. Вот в 44-м году, в 45-м, как раз эта идея снова возникла. И вот Сталин, чтобы не усугублять этот раскол, потому что евреям он отказал. Крым. Он не стал, значит, создавать эти две киностудии, чтобы этот раскол увеличивать. Более того, Сталин разрешил повысить денежную ставку Рому, который выступил на этом собрании. Активно он был одним из лидеров еврейского клана. И он ему даже повысил ставку. Кстати, ставки у ведущих кинонофистов были минимальными. 4 500 рублей в месяц они получали. Я говорю, зарплата была 350 рублей, а тот же Ром, например, или Пырев, получали 4 500 рублей. Это была высшая ставка. Вторая ставка была второй степени. Это Довженко, например, тот же режиссер славянский. Он получал 3 500 рублей на тысячу меньше, чем тот же Ром. Ну, там надбавки за звание и так далее. А вот так вот ставка, значит, была достаточно высокая. 4 500 рублей в месяц. Плюс надбавки за звание. Деятели второго шлама получали чуть меньше. 3 500 рублей. Средняя зарплата по стране в 10 раз меньше. 350 рублей. Так что творческую интеллигенцию Сталин не обижал. Мы об этом говорили. Он ее купил еще в начале 30-х, когда НЭП закрывал и создавал централизованное государство. Кстати, не только интеллигенцию купал, и партнер Минклату таким же образом купал и так далее. То есть деньги все-таки имели значение. Ну, не первостепенное, хотя для творческой интеллигенции я думаю, первостепенное. Они же хорошо хотят жить, правильно? Другие. Поэтому они в этом заинтересованы, чтобы на каких-то приемах светских хорошо выглядеть, чтобы машина, киностудия, подъехать на хорошей машине и так далее. Не знали члены киношной мафии проблемы с жильем? Тоже важное, да? По советским меркам, когда люди в коммуналках ютились, миллионы людей. В Москве тоже самое, уж не говоря о провинции. Причем жили они в разных местах друг от друга. Это тоже заметил. То есть представители разных кланов доступили, особенно вот Пырьев и Ром. Они считались двумя вождями. Один славянского клана Пырьев, а Ром, например, еврейского. И в одном доме жить, вот как они существовали на киностудии Мосфильм, там похитают, они могли не здороваться, например, да, или там холодно здороваться друг с другом. Но вот чтобы каждый день не видеть друг друга, они тоже как бы постарались вот в разных местах проживать. Поэтому Пырьев и многие члены русского клана жили на Можайском шоссе, дом номер 5, ныне Большая Драгомиловская. А Ром и многие члены еврейского клана, Райзман, Рошаль, Строева, это супруга Рошаля, Дзиган, Донской, Кармен и другие обитали на Большой полянке дом 34. Отметим, что еврей Сергей Герасимов жил в одном доме с Пырьевым, поскольку был ближе к русскому клану, чем к еврейскому, поэтому его предполагалось приписать в киностудии Русь. Такие тоже евреи были, государственники так называемые. За это Эйнзенштейн прозвал Герасимов как раз на сотенцам. Это тоже надо учитывать, потому что мы-то считаем, русский клан, еврейский клан, там все перетекало, там могло перетекать. К одному клану принадлежить, потом в течение времени другому клану. Его переманивают просто напросто. Каким постановкам, например, редактор еврея, режиссер еврей, они переманивают русского режиссера к себе, хороший фильм снимешь, получишь премию и так далее. Там наверху заметят и так далее. То есть здесь шла вот такая текучка, могла. Один человек с одного клана еще интересная тема такая под темой вернее. Сплоченные. Отметим, что еврейский клан всегда был более сплоченным, чем русский. Это вообще присуще представителям малых народов. Особенно эта сплоченность проявлялась в кризисные моменты, в минуты опасности. Расскажу в следующий случай с конца 40-х, когда Сталин объявил борьбу космополитам, западникам, среди которых всегда было много евреев. Это вторая волна чистая. Не такая масштабная должна была не касаться космополитов. Это почему вторая волна возникла. Первая волна перед войной надо было чистить элиту, чтобы с новой элитой войти в Великую Отечественную войну. А вторая волна чистая, она связана была с тем, что союзники от нас отвернулись и объявили нам холодную войну. И объявили Великобританию и США. А космополиты – это те, кто до этого, в годы войны, как раз с ней активно контактировал. И поэтому эту элиту надо было прижать. Не уничтожить нам, а прижать. Вот это в конце 40-х годов как раз возникла война с космополитами. А среди них было много евреев. Во время этой кампании еврей Марк Донской решил свести личные счеты с евреем, то есть своим соплеменником и членом своего же клана Сергеем Юткевичем. Выступил против него на собрании киношном. Этого Димаша Донскому его соплеменники не простили. Они добились в кинокомитете, а его возглавлял не их человек, а русский Иван Большаков, чтобы Донскому выдворили из Москвы. Его отправили в ссылку в Киев, на киевскую киностудию. Он там пробыл 7 лет. Я к тому, что вот эта сплоченность вот таким образом могла, и даже Большаков не мог, я имею в виду, министр кинитографии, какие-то препоны этому создавать. Дальше. Теперь им подошли уже к концу нашей беседы. Я имею в виду ситуацию, которая произошла после смерти Сталина. Что там произошло? А смерть Сталина потрясла все общество. Весь мир она потрясла, в принципе. И должна была, естественно, и на киношную общественность тоже повлиять. Я имею в виду на ту ситуацию, которая была в киношных кругах. После смерти Сталина в марте 1953 года комитет по делам кинематографии был упразднен. И кино стал заведовать Минкульт, Министерство культуры Советского Союза. Правда, целый год главным по кино, там был сектор кино, и заместителем министра культуры был вот этот человек, которого главал кинематограф советский. Был все тот же Иван Большаков. То есть он до 1954 года там просидел. Но в 1954 году его сняли, и возникла вакансия, за которую пытались сцепиться евреи. Им казалось, что после смерти Сталина у них появился шанс снова войти во власть. Тем более, что в июле 1953 года СССР восстановил гипотношения с Израилем. Это тоже показательно. Вот. Такой. Они посмотрели, что мы с Израилем восстановим отношения. Да, вот. Значит, тут и к нам будет власть благоволеть. Но русский клан все же сумел отстоять свои позиции. Новым куратором кино в Совмении стал Владимир Сулин, которого специально вернули в Москву венфильмом. А новым главой Совмин СССР в том же 55-м году в марте стал русский кадр Николай Михайлов, которого вернули из Польши, где он был послом. И уже спустя два месяца он попытался пошатнуть позиции лидеров обоих киношных кланов, рассчитывая рассчитать место для других. То есть у него задача была старых убрать представителей двух кланов, влиятельных кланов убрать, новых на их место, ну новых в том смысле, что они тоже были старые. Он же не мог молодежь выиграть. И вот не допустили бы. Но возможно нужно было людей из второго шлона переместить в первый. А первых во второй. Такая задача перед Михайловом была поставлена. На свет родилась его записка в ЦК КПСС 55-го года о серьезных недостатках в советском киноискуссии, где был следующий пассаж. Товарищи Довженко, Тушко не без основания утверждают, что за последние годы в кино сложилась группа монополистов, в состав которых входят Михаил Ром, Иван Пырев, Григорий Рошаль, Лео Арнштан, то есть четыре человека, три из них еврея, один русский, которые хотят во всем диктовать свою волю, держать в руках глав. Отметим, что Довженко и Птушко оба Александра, несмотря на то, что были именитыми кинорежиссерами, добывшими себе слабый шок в 20-е и 30-е годы и относились к славянскому клану, но реальной властью никогда не обладали, поскольку никогда за нее и не боролись. При этом Птушко все это время работал на Мосфильме, детские фильмы снимал, а Довженко в Киеве, переехав в Москву в конце 40-х. Их руками Михаилов и хотел поколебать позиции киношной мафии, читаем записку дальше. Режиссер Козинцев, лидер Евреев на Мосфильме, категорически отказывается ставить фильмы на современные темы. Сейчас он настаивает на том, чтобы ему разрешили экранизацию Дом Кихота. Режиссер Ром, лидер Евреев на Мосфильме, отверг более 10 предложенных ему сценариев на современные темы под тем предлогом, что эти сценарии якобы не имеют должного художественного уровня. Здесь надо отметить, что за последние 20 лет с 1935 по 1955 год Козинцев и Ром сняли по 9 фильмов. Оба. При этом у Козинцева был один фильм о современной советской действительности, «Простые люди», но он был положен на полку, потому что не понравился Сталину. Неправильно с точки зрения Сталина была изображена советская действительность. А у Рома вообще ни одного фильма о советской действительности не было. Если он снимал фильм о советских людях, то это действие происходило во время войны в Германии, например, или во Львове, только присоединенном к Советскому Союзу. Поэтому у Рома ни одного такого фильма современно советских людей которых вот есть москвы и то же самое ленинграда современник как вот снимет он например физиках я держи но это будет уже шестьдесят первый год такого фильм у него не было ни одного среди режиссеров евреев они были из тех кто не мог и не хотел снимать фильм о советской действительности поскольку они не сильно мне разбирались а может быть даже и не особо то и любили поэтому это не их тема была и кстати большаков прекрасно это знал он же дурак был он с конца тридцатых до пятьдесят третьего четвертого года руководил кинематографом он учел умный человек он знал прекрасно что эти режиссеры не способны но ему надо было найти причину по которой этих людей надо было отопить и вместо них выдвинуть того же дороженко и птушко вот не хотят они снимать фильм о современности а вот птушко этот дороженко может он кстати при стальной в последние годы собирался снять фильм прощай америка сталин правда мне понравился о посольстве в америка в москве о шпионской деятельности как там все это происходило то есть чуждые для дороженко тема чуждая но он взялся за нее то есть он как бы соглашался снимать такого вот кино которое происходило в москве о советской действительности вот поэтому ему нужна была причина чтобы детская причина которую мог предъявить двум так сказать вождям еврейского клара рома и позиция среди режиссеров евреев они были из тех кто не мог я не хотел снимать фильм о советской действительности а вот например сергей у сергей герасимов фильм тоже да июри правда он из красной сотни да но все равно июри фильмов на современную тему где действие происходило на советское извини было восемь восемь да ноль у рома восемь герасимов у александра столкера семь фильмов и юлия райзмана леонида лукова по пять у сергей юткевича четыре и так далее то есть ром потом я уже говорил с ними в начале 60-х годов единственный современный фильм да современная современность фильмы девять дней одного года физиках я держит а козинцев целиком уйдет в зарубежную пластику шекспира и он будет спасаться от опростылищем советской костей отметим что в середине 50 хрущев борьбе за власть стал операцию украинскую группировку перетягивая ее представители из украины в москву а те в свою очередь пытались продвинуть свои кадры в различных сферах деятельности в том числе и в кинематографе поэтому в письме михайлова и возникли имена двух украинцев довженко и птушко 1 родился в черниговской области почти 30 лет работал в киеве 2 родился в луганске 23 года прожил на украине теперь они при посреди своих земляков во власти могли стать лидерами украинского крыла в славянском киношном клане но не сложилось в ноябре 56 года довженко умер от инфаркта после чего птушко был задвинут энергичным пырьем который не собирался уступать своего лидерства в славянском клане но для этого им пришлось временно объединиться с евреями с ромом и используя всю ту же украинскую карту перетянув в москву талантливую еврейскую молодежь из киева режиссеров григория чухрая александра алого и владимира наумова глава минкульта михайлов был против усиления еврейского клана но ром и пырьев в итоге победили всем новички оказались на мосфильме которым руководил пырьев поработали эти новички в объединении рома а вот что дальше как дальше события развивались если будет такая возможность мы можем поговорить следующей нашей беседе федор ибатович это был действительно филигранный анализ просто вы вскрыли совершенно скрытые доселе пласт информации об этом противостоянии который напрямую влиял на жизнь страны я так и назвал спрятанная история советского кино на что вот с вашей помощью вот давайте попытаемся эту спрятанную историю до широкого круга людей довести потому что сколько можно до молчать об этом давайте попробуем да благодарю вас за эту встречу и жду нашей следующей встречи взаимно александр взаимно спасибо вам за то что вы согласились со мной поговорили выслушать меня до конца терпелируя что вам это понравилось так что спасибо большое до новых встреч свидания дорогой зритель редакция благодарить тебя за внимание к нашей повестке поддерживай этот канал распространяя видео делай репосты ставь лайк и обязательно подписывайся увеличивая количество людей вовлеченных концептуальные движения меня зовут александр шлотов до свидания